Если хочешь прокачать себе твинка без особых затрат или просто начать играть, зарегистрируйся по ссылке в описании. Если ты дойдёшь до 11 ранга, тебе дадут отличное оружие от джунглей и вип-статус на 7 дней. Если у тебя нету аккаунта на Альфа, Браво или Чарли, но ты сильно хочешь поиграть со мной на моих стримах, то сейчас самое время это сделать. Всем привет, дорогие друзья, с вами Серёга, и сегодня пограем с Церочкой Магмой, то есть поговорим об этом оружии, ищу от спецоперации Вулкан в целом, и как я говорил, я спросил в прошлом видео, то есть дают ли пушки навсегда, что там, ачивки дают, в общем, и сейчас это всё расскажу, потому что не все это знают, и комментарии читать не все хотят, могут, потому что их много, я там довольно часто, ну там дофига комментариев было, то есть я листал, читал всё, я всё прочитал, спасибо большое, кто написал, что всё же пушки не дают навсегда, но на самом деле кто-то написал, что вот эти пушки Магма, они также будут доступны, их можно будет выбить навсегда из коробки удачи, какой-то, который добавят админы, это очень интересно, вот прикиньте, если добавят реально какую-то коробку удачи, прям одну коробку удачи, и там можно будет выбить либо же на время эти пушки, либо же навсегда, вот, любую из них, нет, будет, мне кажется, прикольно, хоть и как-то, ну они не дисбалансные, вот если взять, тайп, не дисбалансный, он как обычный тайп, на Медика Сикс тоже не дисбалансный, на Инженер АЦРочка, не дисбалансная, на Снайпер Макмилан, ну там обычное оружие, глоки, все дела, то есть кукри, тем более, если будет, обычное оружие, с которыми, ну, приятно как бы играть, поигрывать, потому что мне кажется, что, ну, блин, было бы прикольно, хотя если будут давать эти оружие только за спецоперацию, в принципе, тоже будет неплохо, но я бы хотел бы получить, например, себе какую-нибудь пушечку навсегда, например, какую-нибудь АЦРочку Магму, Макмилан Магму, ну, потому что, как видите, просто шикарно выглядит, также я, ребят, сделал обзор на все эти пушечки Магму, потому что, ну, они очень красивые, я хочу, чтобы вы хотя бы посмотрели на них все дела, в общем, что мне сказали, пушки навсегда не дают, именно за спецоперацию профи и Шлеман, могут дать навсегда с какой-то вероятностью, навсегда, только за профи, как мне сказали, это довольно, на самом деле, интересно, потому что, ну, если шанс маленький, то вы будете проходить много раз эту миссию, да, в принципе, я думаю, все будут ее много раз проходить, даже ради ачивок, ради опыта, потому что зениты, ребят, уберут, да, я забыл сказать в прошлом видео, но зениты уберут, но не переживайте, как написано на сайте, их уберут на какой-то неопределенный срок, то есть когда-то их добавят, но не знаем мы, какой именно срок, то есть, может быть, этот срок заключается в год, полтора года, так что, блин, кач на зенитах реально отменяется, на марафоне, зенитах, такой был лютый кач, то есть звание качать варбексы фармить, то есть было очень легко, но сейчас это будет делать все, ну, труднее, потому что, как я знаю, за миссию профи вот эту вулкан дают, что ли, 15 тысяч опыта, это, то есть, 40 минут или 35, ну, наверное, максимум там быстро можно пройти где-то за 30 или за 27, где-то так, я не помню, ребят, не чуть, если знаете, я в следующем видео упомяну точно, вот, за сколько ее можно пройти, профи 15 тысяч опыта, с ложкой вроде 10 где-то, ну, и легкая, тысяч 6 дают, но, вроде бы, если я не ошибаюсь, потому что я могу и ошибаться, потому что это ПТС, сервер, как вы помните, что, ну, если кто-то не помнит, когда ввели марафон, за него давали, вроде что ли, 20 тысяч очков без часов, без всего, 20 тысяч очков давали, а потом, когда вы ввели на основе сервера, ну, или наоборот, 30 давали, или что-то типа того, ну, короче, дали давать либо в 2 раза меньше, либо в 1,5 раза меньше, то есть, это очень печально, так что мы за марафон могли получать еще больше, не, на самом деле, за марафон не нужно давать сильно много, вот именно за зенитовский, ой, за зенитовский, за снежный бастион, потому что, ну, как бы, достаточно реально опыта, вот, люди раньше, как они вообще крабили, они крабили миссии по 20 минут, и за них давали 1400 опыта, и то это с випкой, то есть, раньше же не было этой крутой випки, Сейчас, если купить все крутые випки, пройти какой-нибудь марафон, тебе там дадут в удачных часах, не знаю, сколько, 60 тысяч опыта или где-то так, то есть, это пипец, как охренеть до хера, сколько ее проходит за 2 часа или за полтора часа, зенит проходит, ой, зенит, марафон проходит, но никто его не крабил, на самом деле, сейчас зениты все ходят, потому что намного выгоднее зениты ходить, поэтому все ходят зениты, все качают опыт, все дела, так что, ребят, успевайте до 27-го числа, ну, как нам вообще говорится, пишется в патчноуте, либо в среду, либо уже в четверг, ну, в среду ПТС закроется, то есть, либо в среду, ну, мне кажется, что уже в четверг ведется все на основные сервера, если все будет нормально, с ней там, ну, пока у меня нихера не нормально, мы, естественно, застримем, как мы будем качать звание, вот, все дела, так что, готовьтесь к обнове, к новым миссиям, готовьтесь, запасайтесь вип-ускорителем, крабить, все дела, ну, хотя, можно, в принципе, подождать и до пятницы какой-нибудь и покрабить, что, миссия не настолько прям эпик дофига охеренная, то есть, можете на моем канале ее посмотреть, вот и все, ну, на ПТС-ке поверить, хотя просто, я понимаю, что на ПТС не могут войти все, потому что там либо 40-го ранга, да и, в принципе, нахер кому-то, вот, дофига людей, уверенно, так думают, нафиг не проходить что-то на ПТС-сервере, если там опыт, в принципе, не зачитается мне на основной, кстати, кто не знал, а я уверен, что кто-то не знал, что меня довольно часто спрашивают, даже одна девушка меня, будущий на 67-м ранге спросила, а если я на ПТС-ке там пройду эту миссию, она на основной зачитается сильнее, так что это очень забавно и ну, что некоторые не знают, но для тех, кто не знает, то что если вы пройдете что-то на ПТС-ке, потратите что-то на ПТС-ке, это ничего не зачитается на основной сервер, это просто как дополнительный сервер делать там что хотите, сливайте стату, поднимайте стату, все равно это ничего не зачитается, и вот эти оружия, с которыми я играю, в принципе, они могут вообще не с такими характеристиками на наш сервер прийти, но думаю, что вот такие и останусь, потому что характеристики у них сейчас как у обычного оружия, вот у меня спрашивают, если глушитель там на Макмилан, да, он как-то медленнее прицел входит, в зum точнее нет, он абсолютно также входит, потому что, ну это в принципе то же самое Макмилан просто, или то же самое АЦ-РК, а просто в очень крутой окрасках, вот не знаю, мне с АЦ-РК очень приятно играет, так же как с Макмилан, не знаю, мне со всеми пушками будет, наверное, приятно играть, потому что они очень красивые, переливаются, но реально интересно с ними играть, что прицел бы конь еще такой более сделали, прикольный. Кстати, ребят, в моей группе ВК мы там выкладываем всякие забавные всякие, ну, типа, новых оружий из золотых, так что зайдите, посмотрите. Ну, это, конечно, все юмор, чтобы там конь потроллить, потому что кто-то поскопирует эти картиночки, в другие группы поскидывает, люди потроллятся, то есть это довольно забавно. Ну, просто в фотошопе, да, знаете, там, например, делается оружие конь, ну, магма, то есть это же тоже в фотошопе все делалось, то есть спокойно можно в фотошопе сделать тоже какую-то пушку для Варфейса. А если сказать именно про пушку магму, вот эту АЦР-очку, она, ну, естественно, классная, если даже сравнить вот АЦР-ку, необычную, которую, ну, даже эту, потому что они одинаковые, просто скином различаются. В коробках удачи сейчас есть три пушки, да, три пушки, UMP, АЦР-ка и Скар. Скар мне, ребят, вообще не нравится, потому что у него маленькая отдача, а я не люблю маленькие отдачи, естественно, это мое сугубо личное мнение, то, что мне Скар не нравится, потому что у него слишком маленькая отдача. Вот СР-ки отдача есть, она приятная, с ней приятно играть, но мне не нравится то, что она не особо ваншотит в гол, ну, как бы, она не должна ваншотить в гол, но иногда такие моменты бывают, что такие какие-то маленькие милипипические крестики дают в гол, что это немножко напрягает, поэтому нужно, чтобы, ну, раньше, когда был у нее урон, не урон больше, а у всех ПП была, была дальность чуть побольше, все же ПП попиксили когда-то там в каком-то там году, то есть у них была офигенная дальность, им что ли на 2 метра дальность порезали или на 1 метр, потому что, кстати, раньше, ребят, инженер, это был самый мощный класс в Warface, кто играет там, с какого-нибудь 12-13 года, они знают, что инженер был самый крутой класс, играли инженерами, потому что можно было, например, с Катарчика или Криса просто всяких штурмовиков, снайперов, всех перестрелить, потому что это были, ну, просто самые лучшие оружия в игре, самые лучшие классы в игре, урон, все дела, ну, классно просто шел с тех ППшках, но сейчас, мне кажется, вот, по моему личному мнению, самый лучший класс в игре это Медик, потому что его пипец как просто апнули, и, я не знаю, Медикам можно просто спокойно играть, не напрягаясь, вот я, когда устаю, не хочу там что-то целиться, штурмовиком, по главам стрелять, я беру какую-нибудь Медика, беру какую-нибудь Сайгу или Мосберг, ну, и Сас я беру, я с Сюсалом, правда, играть не умею, но иногда беру тоже, и просто спокойно играю лайтовенько, Медикам вообще не напрягаешься, кто-то выбегает, ему немножко в тело, две пульки, одну пуль, то есть, ну, понимать, не особо напрягаешься, ну, это мне как бы нравится, почему бы нет, так что, ребят, UMP, она как бы мне и нравится, и не нравится, если вы жмёте кого-то в пузо, то UMP это просто шикарное оружие, потому что оно жмётся в пузо, а любое оружие, которое жмётся в пузо, оно нормально, потому что большинство игроков в Warface жмёт в пузо, ну, то есть, не стреляет в голову, а именно если с UMP пытаться стоять по головам, ну, мне не особо, на самом деле, удобно было, я с любого оружия, как бы, я пытаюсь стоять по головам, но на видосах я это редко делаю, потому что смысла в этом нету, потому что я играю с такими оружиями, с которыми по головам, ну, по головам очень неудобно стрелять, например, если бы я с UMP играл, но мне неудобно по головам было стрелять, она и не маншотила в головы, как бы, ну, не нравится мне стрелять по головам, именно с инженерских пушек каких-нибудь, за штурмовых нормально, но там также ситуацию надо смотреть, если я вижу бабаскин, я в нему вряд ли вообще буду в голову стрелять, ему реально куда-нибудь в пузо, в плечо буду зажимать, потому что у бабаскина может быть коронный шлем антихэд, то есть дофига там крутых шлемов у него может быть, если я вижу там в мужском скине или просто чувака без скина, то есть я там вижу какой шлем, и быстренько придумаю, куда все же стрелять, так что именно что сейчас есть из коробок удачи, я рекомендую покрутить вам АЦР, потому что именно UMP, как мне, ну, говорю, как мне, мое сугубо личное мнение, не особо симпатизирую, так же, как ИСКАР, АЦР, она самая такая лайтовенькая, можно ее в тело зажимать можно по главам, снять, очень интересно, если вы думаете, что там золотую СКАР, можете выбить, не выбивайте, он полнейшая херня, и прицел на нем не прогружается, это очень неудобно, то есть неудобное оружие, ребят, ну, с ним надо учиться играть, но мне кажется, лайтовенький будет, лайтовенький будет взять АЦРочку и просто понгибать. А все дела, ну, вот такой, ребят, красивый скин, будем продолжать, естественно, обсуждать магму, сделаем на них на всех обзорах, так что вы не забудьте поставить лайк, друзья, подписаться на канал, вступить в группу в ВК, подписаться на мой второй канал и на меня, друзья, в ВК, ссылочки на все есть в описании, подпишитесь, пожалуйста, с вами был Серега, увидимся в новых видео, друзья, всем удачи и всем пока!